Виталий, приветствую тебя! Традиционная встреча для вторника. Обсуждаем рынки технически фундаментально, смотрим на ключевые и фундаментальные события и подсказываем тем подписчикам, которые следят за нашим совместным контентом, что можно использовать сейчас для эффективного трейдинга. На рынке. Ключевая новость – это ожидание данных по инфляции. За июль этот отчет выйдет уже в этот четверг, и он как минимум поможет прояснить будущее действия Федрезерва, которые будут касаться ключевой процентной ставки. Прежде чем, опять же, перейти к анализу, не могу не спросить тебя, как вообще, в принципе, оцениваешь предстоящий отчет по инфляции, что думаешь про доллар как индикатор общего настроения на глобальных рынках, будет ли он снижаться или все-таки еще рано какие-то объективные выводы делать и прогнозировать снижение или роста как раз до тех пор, пока мы не увидим эти фактические цифры по инфляции. Что ты в целом думаешь про эту ситуацию? Всех приветствую. Если смотреть с фундаментальной точки зрения, что мы получили на прошлой неделе, это, в принципе, неплохая статистика, но если брать последнюю, это non-farm, powerless и безработица, у нас безработица снизилась с 3.6 до 3.5. Ниже ожиданий, то есть целевой ориентир последний был 4.1 от ФРС, да, в принципе, безработица на хорошем месте, плюс non-farm, powerless, да, вышли ниже ожиданий, но в целом рынок труда, он такой хороший, да. Поэтому, вот если на это смотреть, то, в принципе, ФРС может поднять ставку еще раз, да, если вот в целом. По инфляции, если смотреть на четверг, то, в принципе, ожидают повышения инфляции, мы увидим, что, в принципе, и нефть немножко подросла последний месяц, если подкорректируют. Вот, поэтому пока в целом, если фундаментально, то, в принципе, я за укрепление доллара, технически тоже за укрепление доллара, пока нету прям сильных признаков на разворот вот этого тренда, который длится последние 3 недели, да, наверх. Если он появится, такое возможно, в принципе, потому что мы сейчас на такой точке бифуркации, да, где если нарисуется что-то на разворот, то оно может, потому что мы уже очень сильно откатили к предыдущему падению по доллару, который было там месяц назад. И поэтому сейчас такой момент, когда или доллар конкретно уже развернулся, или мы еще увидим очень сильные минимумы, то есть за этим я буду следить, если ситуация будет меняться, пока я за рост доллара, но если ситуация поменяется, там, ближе к четвергу, или там уже после четверга, допустим, там, или пятница, там, CPI, PPI будет, то буду, конечно, менять свое мнение. То есть по такому факту. Так, спасибо тебе за твою точку зрения. Давайте так к демонстрации экрана перейдем. Как раз у меня индекс доллара открыт, и я тоже прокомментирую с твоей стороны. Абсолютно согласен с тобой, что очень важен будет отчет по инфляции, и уже только после того, как мы увидим эти цифры, что произошло в июле с индексом потребительских цен, можно будет уже руководствуясь фактами в виде цифр, говорить о шансах на конкретные действия Федрезерва. Ну, для того, чтобы сохранить какой-то, знаешь, вот небольшой интерес к тому, что может произойти, я останусь пока что сторонником коротких позиций, и интереснее будет обсудить уже с тобой в следующий вторник, что-то на рынке в плане настроения изменится, потому что два мнения разных – это тоже неплохо. Что касается моих ожиданий, безусловно, они тоже субъективны, никогда не претендовал на истинную первую инстанцию, но все-таки считаю, что минимумы по индексу доллара могут быть достигнуты в ближайшие торговые сессии. Опять же, я ранее подходил к оценке перспектив доллара с учетом анализа рынка труда и с учетом ожиданий по инфляции. По рынку труда неоднозначное настроение. С одной стороны, мы видим снижение уровня безработицы, с другой стороны, рост количества новых рабочих мест существенно не дотянул до прогнозов, и, соответственно, казался ниже 200 тысяч. Собственно, это второй месяц подряд. Наверное, тоже какие-то выводы нужно здесь делать. Какая нездоровая тенденция при сохранении таких темпов роста, скорее можно будет говорить об охлаждении рынка труда. Темпы роста зарпных плат – очень важный индикатор тоже, потому что это своего рода прелюдия перед инфляцией. То есть чем выше зарпные платы, тем активнее они растут, тем, соответственно, выше потребительская активность и больше вклад в рост индексы потребительских цен, общий показатель инфляции. Они остались на прежнем уровне, если говорить про годовую оценку 4,4%. Но мы помним, что точно такой же показатель по итогам июня все же стал причиной, из-за которой инфляция обновила многомесячный минимум и ушла в район 3%. Есть предпосылки того, чтобы вот этот тренд на снижение инфляционного давления сохранился. Я также согласен с тобой, что восстановление цен на нефть, конечно же, априори тоже должно влиять на инфляцию. Но думаю, что прежде чем мы увидим все-таки вот это отражение в общем индексе потребительских цен, повышение стоимости топлива, должен пройти какой-то более продолжительный период времени, наверное, пару-тройку месяцев точно. И если окажусь прав, то мы в этот четверг будем как бы два сценария, мне кажется, более вероятными. Это либо где-то в районе 3%, то есть на прежнем уровне инфляции останется, и оптимист во мне, который хочет увидеть индекс доллара ниже текущих значений, говорит, что нужно верить во снижение индекса потребительских цен до 2,9-2,8%. Если это произойдет, конечно же, то тогда Федеризерф, он даже не сможет объяснить целесообразность еще одного повышения процентной ставки, потому что мы увидим то, что текущий уровень процентной ставки уже приносит те необходимые результаты в плане охлаждения инфляции, которые были нужны. Индекс доллара 102 пункта текущей котировки. Я считаю, что снижение может возобновиться. Я не ожидаю, что сегодня и завтра у нас будут какие-то интересные, динамичные сессии, потому что новостной фонд пустой. И сейчас все осознают ответственность трейдинга перед данными по инфляции. И многие просто уже в ожидательной позиции. Кто-то уже в позах и ничего делать не будет. Кто-то вовсе не открывает сейчас позиции, предпочитает дождаться развязки именно после выхода данных по инфляции. Я рекомендую в таких условиях рисковать. Друзья, мы с Виталием озвучили вам две точки зрения, поэтому дело за выбором. Фильтруйте, опять же, подключайте технический анализ альтернативной точки зрения, потому что чем больше мнений, точек зрения, тем больше шансов найти золотую середину и принять верное торговое решение. Так, на что еще хотелось бы сделать акцент, это на золото. В текущей котировке 1932 доллара за тройскую консульту мы видим развитие нисходящей динамики. У меня два главных сейчас довода за то, что золото может до выхода данных по инфляции легко, кстати, достичь отметки 1910, а может быть даже и просесть, провалиться в районе 1900. Это связано с тем, что сантимент, толпа сейчас в покупках, причем показатель прям чуть ли не рекордный. Ну, было повыше несколько дней назад, когда золото как раз и развернулось. Сейчас 75% трейдеров в покупках. Рынок обычно идет против толпы. Еще отчет комиссии по торговле товарными фьючерсами в минувшую пятницу показал, что институционалы пока очень такие недоверчивые к золоту, потому что количество эксплуатативных контрактов сокращается уже третью неделю подряд, вторую неделю подряд. И, конечно же, тоже нужно им больше ясности в виде фактических цифр по инфляции. Пока настроение не изменится, то есть пока сантимент не развернется, пока институционалы не станут проявлять больше интереса к золоту, пока доходности американских десятилетних трейджерисов выше 4%, а покупать золото промечу. И я бы также сейчас порекомендовал, уже ничего не делать, дождаться отчета по инфляции. Но если кто-то хочет еще до данных по инфляции попробовать заработать, я тогда вот подсвечиваю вам возможности коротких позиций. Так, и, Виталий, еще рынок нефти, который я хотел затронуть, текущие перерывки 85 долларов за баррель. Мы в целом остаемся в долгосрочном восходящем тренде, я думаю, что он в ближайшей торговой сети совершенно не изменится. Ну, могут быть какие-то локальные откаты, но нефть довольно быстро выкупают, потому что все-таки рынок поддерживает новости о продлении действия добровольных сокращений по производству нефти со стороны ключевых нефти игроков. И аналитики UBS уже прогнозируют, что дефицит нефти уже в конце этого месяца может превысить 2 миллиона баррелей. Я думаю, что примерно около 2 миллионов баррелей дефицит действительно может быть, и к концу года он станет еще более выраженным, потому что я не отказываюсь от идеи того, что китайская экономика тоже должна выйти, как бы начать восстанавливаться и показывать более интересные уровни по экономическому росту. Завтра, кстати, данные по инфляции утром в Китае, тоже как индикатор общего состояния китайской экономики. Поэтому длинные позиции лично я сохраняю и на своих брифингах рекомендовал присматриваться к бренду с целями 90 долларов за баррель. Так, Виталий, слово тебе. Так, сделал демонстрацию экрана, видно? Пока грузится. Видно. Да. Ну, в принципе, я озвучил кратко свое мнение по поводу, пока вижу укрепление доллара. Если ситуация будет меняться, то я буду, в принципе, информировать по возможности на своем YouTube-канале. Главное, чтобы была возможность, потому что сейчас есть нюансы, которые не позволяют мне точно выходить в эфир. Что касается евро-доллара, вот смотрите, то есть у нас был, в принципе, последние два месяца восходящий тренд, но мы его сломили на прошлой неделе, протестировали вот этот двухмесячный восходящий тренд. Плюс у нас образовался такой трехнедельный нисходящий тренд, который четко видно, что он сформировался. Вот первая точка, вторая, и мы сейчас вот в такой точке бифуркации. Отсюда я бы советовал шортить данный инструмент с целью, возможно, обновления минимумов, которые были на прошлой неделе, и в район 0,850, и там уже по факту посмотрим. Если ситуация будет меняться, она, в принципе, возможна, потому что, вот если там брать индекс доллара или евро-доллар, без разницы, вот этот импульс, который у нас был вот здесь, он пока еще не сломлен, то есть мы до конца, скажем, его не поглотили. И поэтому существует еще вариант вот этого сильного укрепления евро против доллара, да. То есть, но пока я не вижу такой очень хорошей точки захода, то есть у нас есть один импульс наверх, вот если бы еще один мы получили что-то наподобие, как было в начале июня, то есть один, второй импульс, то тогда можно говорить, что там укрепление евро продолжится. Буду держать руку на пульсе, если что, будет меняться. Поэтому пока шортим евро-доллар. Дальше, что еще могу добавить по поводу фондовых рынков, да. Здесь аналогично, у нас на прошлой неделе фич понизила рейтинг США, да. У нас после этого как раз пошло снижение по S&P 500 активное. Поэтому я предполагаю, что у нас это снижение может продолжиться. Оно здесь такое корявенькое, но все-таки вот с текущих плюс-минус, возможно, еще откатим в район 45-50. Я бы набирал потихонечку шорты с целью более глубокой коррекции, возможно, в район 44-00, плюс-минус. Уже по факту посмотрим. Вот как-то вот так вижу. Пока укрепление доллара и снижение S&P 500. Что касается золота, то здесь ситуация, в принципе, я с тобой согласен. У нас идет достаточно активное давление вниз цены. Да, был в пятницу импульс наверх, но мы его достаточно, скажем, агрессивно откатываем вниз. Поэтому, скорее всего, мы дальше будем продавливать вниз. Если, конечно, мы сегодня-завтра проломим зону 1945, условно, вот эти максимумы локальные, то тогда, возможно, золото продолжит свой рост. А пока я за снижение. Плюс, если кто помнит, раньше я говорил, что по золоту вот этот рост, который у нас был в июле, я его вижу как коррекционный, думал, что мы еще немножко повыше пойдем. Плюс-минус 10 долларов, но это, скажем, не важно. Но если так смотреть среднесрочно, то золото я вижу на такое достаточно сильное снижение. 1900 это, конечно, мелкие цели, 1850-1800. И вопрос, мы уже, вот это пошло снижение, или мы еще будем 2000 щупать, как я ранее предполагал. Пока все смотрится на шорт, и я бы потихоньку пробовал шортить, обязательно с рисками, потому что, если ситуация поменяется, не нужно пересиживать такие там огромные просадки, потому что они могут превратиться как в сильные коррекции, так и какой-то глобальный рост. Никто этого не исключает. Поэтому я бы потихоньку набирал золото в шорт с такими среднесрочными целями. Конечно, ситуация может там не то что меняться, а более усложняться. Это такое, поэтому вот так. Пока все у меня. Виталий, спасибо тебе за рекомендации. Ждем отчет по инфляции, который расставит все точки над И. Его мы, я думаю, детальнее, не думаю уверенно, обсудим с тобой уже в следующий вторник. И снова оценим перспективы вот этих инструментов, которые мы забрали. Тебе тоже тогда хорошего трейда, удачного, успешного до конца этой недели, если будешь работать непосредственно, когда выйдут данные по инфляции. И хороших выходных. Спасибо, И. Удачи, пока всем. Удачи, пока всем.